Что в больнице делаешь? Скажи, играю, бегаю. Я бегаю, бегаю. Маленький Мирон Пигалев попал в больницу с диагнозом пневмония. Родители не ожидали, что обычная простуда перерастет в испаление легких. Сначала занимались самостоятельным лечением, и это основная ошибка большинства пациентов, говорят врачи. Если на фоне признаков ОРЗ, там нацморк, боль в горле, вдруг повышается температура, и она длится долго, и появляется кашель, может быть, там боли в боку какие-нибудь, мокрота начинает отходить, всегда надо думать, не пневмония ли это. Чаще всего пневмонии возникают у людей с плохим иммунитетом, ВИЧ-инфицированных, онкобольных, пациентов с сахарным диабетом, а также у заядлых курильщиков и алкозависимых. Что вы знаете о таком заболевании, как хобл, либо хроническая обструктивная болезнь легких? Ой, что-то затрудняюсь ответить, честно говоря. К счастью, не слышал. Спазм легких происходит, человеку трудно дышать, я так думаю. Хроническая обструктивная болезнь легких, или хобл, заболевания, когда дыхательные пути сужаются, что приводит к сильной одышке, а сами легкие начинают плохо работать. Ежегодно в мире от этой болезни умирает больше трех миллионов человек. Это без малого населения Татарстана. Иногда десятилетия уходят на то, чтобы от начала болезни до первых симптомов. К сожалению, они приходят к нам уже во второй стадии, когда ярко выраженная симптоматика. Что начинается? Одышка и кашель. Частые респираторные заболевания. Якобы грипп, но слишком часто. Вылечиться можно только на ранних стадиях, утверждают пульмонологи. Позже остается лишь профилактика обострений. Как правило, диагноз Хаббл ставит каждому второму курильщику. Также в зоне риска люди с генетической предрасположенностью, пассивные курильщики и работники вредного производства. В ближайшие две недели в Татарстане влажность воздуха поднимется до 90%. А температура будет колебаться от минус 18 до плюс 1. Такая погода особенно опасна для людей, склонных к болезням легких. И потому именно сейчас врачи советуют сделать прививки от пневмококовой инфекции, а также возможности избегать раздражителей, таких как выхлопные газы и дым, и следить за влажностью воздуха в помещениях.